Абсолютно замечательный у нас вопрос сегодня о углеводах. Девчонка написала, ни черта не понимаю, какое количество углеводов должно быть в 100 граммах продукта. Сколько что есть, давайте разбираться, ребята. Категорически важный вопрос. Даже смотрите, какая штука. Углеводы у нас с вами имеют в одном грамме 4 калории. Это мы с вами откладываем как источник энергии. Белки в одном грамме имеют 4 калории. Жиры в одном грамме имеют 9 калорий. Когда мы говорим о дневном распределении БЖУ, когда ты выбираешь и подбираешь себе меню, в котором у тебя распределение белков, жиров и углеводов суммарно правильное. А правильное это какое? Где у тебя на углеводы 10%, максимум 15%. И чем ниже, ближе к 5% из общего дневного калорожа, тем лучше. А чтобы не было переизбытка углеводов в день, вы ограничите просто источники своих углеводов такими продуктами, как овощи и ягоды. И у вас вообще все проблемы снимаются, вам даже думать не нужно, сколько в чем там грамм углеводов. У вас мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры. Но если мы говорим с вами о углеводах и о том, где они содержатся, и вообще более подробно немножечко о них, если не брать просто вот как элементарно овощи и ягоды, и тебя больше вообще ничего не колышет, ты можешь их есть сколько хочешь, то у тебя никогда в жизни перебора по углеводам не будет. И самое главное, не будет перебора по вот этой истории, ребята. Это называется гликемический индекс. Вот здесь вот ребята путаются и тонут. Смотрите, какая штука. Гликемический индекс – это скорость, с которой ваше количество съеденных углеводов будет поднимать глюкозу вашей крови. То есть, если ты, например, съедаешь картошку, она у тебя вареная или жареная, она имеет очень высокую гликемию, и она за очень малое время поднимает очень высоко уровень глюкозы крови. Или ты съедаешь вафлю, или ты съедаешь любые другие какие-то продукты, которые содержат углеводы. А как понять, что содержат в себе углеводы? Ну, только если вообще настолько мы не понимаем, что а в хлебе есть углеводы, а в кашах есть углеводы, а, например, в вафлях есть углеводы, здесь всегда я прошу вас смотреть, вот вы садитесь есть, или вы не понимаете ничего в меню в кафе. Просто откройте телефон и посмотрите, БЖУ или калории, или состав калорий, например, я не понимаю, вот передо мной стоит пельмень, например, или вареник, или, например, тарелка супа какого-нибудь, или передо мной стоит там жареная картошка, я не понимаю, или лазанья, например, количество и гликемическая нагрузка, и понимание того, с чего состоит многосоставное блюдо, это категорически важно. Многие видят в лазаньях сыр и мясо, и думают, что это хорошо, а как же те оставни, которые имеют гликемию сумасшедшую, и тоже спадают к нашей цифре гликемии высокой. То есть в идеале выбирать продукты односоставные, если вы только в начале пути, чтобы у вас не было, боже, лазанья, а пицца, например, там же есть колбаса, это вроде как хорошо, сыр хорошо, но тесто, а как это тесто высчитать? То есть чтобы вам было проще, вы можете на первых порах вообще в принципе исключить многосоставные продукты. Зашли в кафе, заказали салат, и стейк, рыбу, и какие-то овощи гриль. Все элементарно просто. Но если мы говорим о многосоставных блюдах, и будем в них пытаться разбираться, то тогда вы делаете кето-пиццу, например, на миндальной муке, вы делаете, например, кето-тирамису, или какие-то другие варианты, которые заменяют ингредиент, один из, например, наше с вами прекрасное мясо по-французски, без картошки, делается шикарно, абсолютно, я только недавно выкладывал рецепт. То есть фишка с углеводами, которые спрятаны в составе многосоставных блюд, такая, что вы либо заменяете их на кето-френдли, например, в кето-шубе используется не картошка, а авокадо, шикарно вкусно. И вот у Даши в Телеграме под этим видео, ребята, в YouTube, например, есть ссылки на супруги моей, Дарьи, Телеграм, в котором она выкладывает шикарнейшие рецепты, которые не содержат, в принципе, вот этой части продуктов с гликемическим индексом высоким. То есть все, что она показывает по рецептуре, это низкий гликемический индекс. И вам реально париться даже, не нужно высчитывать из блюд и пытаться соорудить велосипед на ходу, если вы не знаете, как правильно готовить, например, на праздничный стол или вам нужно как-то сделать. Но суммарно, как бы подводя итог, либо ты выбираешь изначально односоставные простые продукты, которые у тебя исключают вот эту часть, ограничиваясь просто овощи, ягоды, все. И тогда у тебя вообще автоматически все спадает вот на вот эту низкую гликемию. Или же Даши на рецепты кето, и дальше у вас будет постепенно раскрываться вот это вот понимание того, где сколько углеводов, если вы будете, да, вот просто там сели в кафе, ничего не понимаете, открыли табличку, например, написали там калории в лазанье или там состав лазаньи. И вы такие, так, сыр хорошо, мясо хорошо, а вот тесто, тесто, значит, открываем обычное белое тесто дрожжевое, какая гликемия? О боже, 78, это же как у сахара, ни в коем случае нельзя. То есть вот эти моменты, они важные, ребята, чтобы не путаться, сначала упростите однососновными блюдами, выбирайте просто ягоды и овощи как источник углеводов, можно даже какие-то яблоки и груши, иногда сливы, да, себе позволить, но, например, фрукты с отсутствием клетчатки лучше не брать, сухофрукты тоже, многие не понимают, лучше не брать. Гликемический индекс очень просто, можно открыть таблицу гликемических индексов и выбрать оттуда то, что вам нравится, то, что вам подходит. Можно таким образом пойти, но понимать углеводов вы обязаны для своего здоровья, потому что, высокая гликемия, это будет повышать уровень глюкозы, будет у вас высокий уровень инсулина, будет высокий уровень мочевой кислоты, риски для печени и метаболический синдром, и инсулиновая резистентность, и предпадагрические, поэтому это не отслабжает нас ответственности. Спасибо за прекрасные вопросы, пожалуйста, пальцы наверх, я жду вас 7 января в новом сезоне ПГ-марафона, где уже лично буду консультировать, если для вас это актуально, не актуально, потому что смотрите ролики, обязательно смотрите Дашин Телеграм с крутыми, простыми рецептами, которые точно, на 100% нам подходят. Здоровья!